Президентом России Владимиром Путиным, губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым озвучены меры поддержки граждан, предусматривающие выплаты семьям с детьми. Выплаты осуществляются несколькими государственными учреждениями, одно из них – пенсионный фонд. Славянское отделение Пенсионного фонда России работает с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 12.48. Прием граждан проводится строго по предварительной записи. По вопросам назначения пенсии, компенсации, капитала, ЕДВ по предварительной записи в назначенное время человека принимаем. Или забираем у него документы, специалист в перчатках на улице обрабатываем или выносим, или в порядке исключения, когда человек нужен, он должен быть обязательно в масках. Если у него нет перчаток, выдаем свои, обрабатываем, и он проходит к специалисту и полноценно сдает документы. Записаться на прием, а также проконсультироваться по всем возникающим вопросам можно по телефонам горячей линии Славянского отделения Пенсионного фонда России 4-45-67-2-25-96. Если неправильно регистрировано, пожалуйста, подтвердите учетную запись или поправьте. Подходите к нам, у нас специалисты выходят, помогают, если что-то связано с учетной записью. Главное, чтобы в итоге зарезали. Подходите. Только на один телефон горячей линии в день поступает до 150 звонков. Большинство обращений связано с выплатами семьям с детьми. Пенсионный фонд работает теперь уже по двум указам президента. По 249-му указу выплачивалось 5000 в месяц за апрель, май, июнь детям, не достигшим трех лет, и тех семьях, которых есть материнский семейный капитал. Таких заявлений мы обработали 1960. В настоящее время выплаты идут. И указ президента 317-й позволяет производить выплаты теперь всем детям до трех лет, и детям от трех до 15 лет включительно. Даже если в июне этого года ребенку исполняется 16 лет, эти выплаты будут производиться. Это 10 тысяч на ребенка разово, один раз. Сейчас только люди подают заявление, а сами выплаты пойдут с июня. За всеми выплатами можно обратиться до октября месяца. И лучше заявление подать через портал госуслуги. В случае, если это сделать невозможно, можно обратиться и в пенсионный фонд. Вчера более 300 человек мы приняли, подтверждаем учетную запись, для того, чтобы подавали заявление через портал. В портале были проблемы, но в настоящее время он работает. Если человек не хочет, не может, не соглашается на такой способ подачи заявления на эти выплаты детям, мы ведем запись, и они будут сдавать у нас заявление лично. Но этих обращений очень много, и вчера мы писали на 30 июня. С целью обеспечения безопасности каждые два часа проводится санитарная обработка помещений пенсионного фонда. У посетителей, чьи вопросы невозможно решить без их личного присутствия, при входе в здание измеряется температура, обрабатываются руки дезинфицирующими средствами. Гражданами, ожидающими приема, должна соблюдаться социальная дистанция. Несмотря на сложную обстановку и большой наплыв обращений, все вопросы будут рассмотрены и оперативно решены. Все пришедшие к управлению пенсионного фонда, все будут обслужены. В этот день все вы успеете подать, и все вовремя получите эти выплаты, которые помогут вам в это тяжелое время. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».